Добрый день! В эфире Якутия. Мы расскажем о главных событиях к этому часу в студии Павел Танин и в этом выпуске. Драка на приёме. В Нерюнгринском районе врач напал на пациентку. Из 35 выберут 9. В Якутии отбирают кандидатов для предоставления им аренды квартир по льготной цене. В Москве стартовал Гайдаровский форум. Он собрал тех, кто своими достижениями оказывает влияние на развитие регионов. Минздрав Якутии примет карательные меры в отношении врача, который напал на пациентку в Нерюнгринском районе. Заместители министра здравоохранения Людмила Вербицкая и Олег Припузов сообщили нашему телеканалу, что ведомство придерживается жёсткой позиции и не будет идти на поводу каких-либо объяснений. В ряде СМИ появилась информация о том, что запечатлённый момент на видео вырван из контекста. Говорится, что на самом деле врач пытался защитить свою коллегу, на которую набросились девушки. Одна из обидчиц и попала на приём к врачу. В данный момент проводится совместная служебная проверка Минздрава Якутии и Нерюнгринской центральной районной больницы, по итогам которой будет вынесено соответствующее решение. По данному факту начала проверку и прокуратура Нерюнгре. Сегодня Министерство здравоохранения проводит служебную проверку в отношении этого факта. И позиция Министерства здравоохранения, она однозначна, что никому не позволительно так себя вести в отношении лиц, каких-либо это не было, а уж тем более медицинскому работнику. Поэтому в отношении врача, который допустил такое поведение, будут приняты меры по отстранению от занимаемой должности. И в отношении главного врача точно так же будет проведена проверка, потому что работодатель отвечает за все эти действия, которые происходят в медицинской организации и в такой же степени несёт меру ответственности. Нобелевских лауреатов, знатоков экономики и лучших преподавателей вузов собрал в Москве 9-й Гайдаровский форум. Он традиционно объединил тех, кто своими достижениями оказывает влияние на развитие регионов и государств. Подробнее о форуме расскажут наши корреспонденты. На форум съехали звезды мировой экономики, нобелевские лауреаты, лучшие преподаватели вузов, лидеров, представители российской и зарубежной политической элиты. В российских медиа за Гайдаровским форумом прочно закрепилась репутация российского Давоса по составу участников и статусу экспертов. В работе форума принял участие премьер Дмитрий Медведев. Сегодня прозвучала одна из основных докладов представителя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. И он, конечно, очень много говорил о развитии человеческого капитала. Это очень актуально для республики, и мы должны понимать, за счет каких источников будут реализовываться проектные инициативы в Российской Федерации, чтобы реализовывать их на нашей территории. Форум традиционно объединяет тех, кто своими достижениями оказывает влияние на развитие регионов и государств. Он выступает важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития, состоянии бизнес-среды и инвестиционного климата России и мира. Ключевой задачей является повышение эффективности, что связано с необходимостью внедрения изменений, и не только в рамках страны в целом, но и в каждом регионе отдельности. И здесь, в первую очередь, конечно, все будет связано с человеком, с кадрами, с компетенциями. И управлять изменениями – это значит повышать компетентность наших сотрудников, повышать их производительность, максимально внедрять цифровые технологии. Участники обсудили современные вызовы для государственного управления, санкции, столетия революции в России, кластерный подход в эпоху цифрового производства. Каких результатов удалось достичь в первый год реализации проектного управления, какие практики заработали в полной мере, какие уроки извлечены и как их учесть при формировании нового пакета приоритетных проектов – этим вопросам также было уделено большое внимание. В рамках форума, который проходит в течение трех дней, запланировано много мероприятий с ведущими экспертами со всего мира. Всего организовано более 60 дискуссионных площадок. Это экспертные дискуссии, открытые диалоги, презентации и заседания. Татьяна Черемкина, Олег Южилкин, НБК Саха, Москва. Нововведения коснутся и наблюдателей. Как правило, их раньше предоставляли партии. Сегодня же наблюдать за ходом выборов будут общественники. Совет наблюдателей будет включать в себя больше полутора тысяч человек. В 2017 году Якутия сохранила общие тенденции роста экономики. Об этом заявил руководитель республики во время пресс-конференции с представителями средств массовой информации. Ежегодная встреча длилась более двух с половиной часов. Игорь Борисов охарактеризовал развитие региона с точки зрения макроэкономических параметров. Отметил и на актуальные вопросы, которые касаются жизни якутян. О главном расскажет Любовь Васильева. В 2017 году из-за изменений в налоговом законодательстве и аварии на руднике Мира региону пришлось несколько раз корректировать бюджет. Непредвиденные проблемы привели к потере 19 миллиардов налоговых поступлений. Правительство Российской Федерации пошло, насколько возможно, на встречу. И нас поддержали, выделили гранты, выделили субсидии, выделили определенный объем держательных кредитов. И мы эти 19 миллиардов сократили до 6 миллиардов рублей. В целом, за прошедший год республика сохранила тенденцию роста экономики. Темп строительства социальных, жилых и других объектов продолжает увеличиваться. Вот я специально для иллюстрации привез вот такой альбом. 18 922 объекта построили. Типовые, красочные. Полистать можно по всем направлениям. Кроме крупных производственных объектов, таких как Талаканский и так далее. Журналисты поинтересовались также системой выплаты республиканского материнского капитала. Многие семьи не могут получить его, потому что маткапитал в республике выдают только после отчета об использовании средств. Егор Борисов прямо в ходе встречи позвонил министру труда Александру Михееву и попросил разобраться с ситуацией. Два года назад дано поручение по использованию материнского капитала и по ним мы должны были принимать решение. Да, почему решения нет до сих пор. В минувшем году руководство республики провело ряд встреч с федеральными ведомствами по решению самых актуальных вопросов. Еще один важный пункт – расселение граждан из аварийного и ветхого жилья. Республика смогла отстоять продление данной федеральной программы в нашем регионе на 2018 год. Мы встречались с Министерством строительства, большая группа специалистов. И мы добились, чтобы программу переселения из аварийного жилья как пилотный проект в Якутии в 2018 году продолжался. Это было у нас очень большое достижение. Ни один субъект не пробил. Мы пробили. Егор Борисов подчеркнул уникальность нашего региона. По климатическим, географическим и демографическим условиям Якутия не похожа ни на один другой регион в стране. В условиях Якутии есть объективные причины, чтобы мы оказывали людям помощь. Мы не можем сравниться с другими субъектами. Мы не можем с другими субъектами как-то соотноситься и говорить о том, что у нас должно быть меньше-больше. Мы должны иметь абсолютно свой отдельный подход. Что мы создаем? 2018 объявлен годом содействия занятости населения. В рамках этого сейчас идет формирование планов и проектов, которые должны существенно повысить трудовую мобильность граждан, а значит способствовать дальнейшему развитию региона. Любовь Васильева, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск. 35 заявок на льготную аренду жилья подали семьи, в которых имеются дети с инвалидностью. Напомним, что прием заявок начался 11 января и теперь у семей с детьми, требующим лечения. В Якутске появилась возможность снять жилье по льготной цене. Сейчас идет проверка всех документов заявителей, после которой состоится второе заседание комиссии. Тогда уже отберут 9 семей по числу выделенных квартир. Ориентировочно заседание состоится в начале февраля. В прошлом году в Якутии запустили программу поддержки местных инициатив. Ее проекты жители выбирают самостоятельно, голосуя на сайтах городов за понравившуюся идею. Какие проекты выбрали линчане, узнавал Вячеслав Пилипенко. Жители города приняли участие в голосовании на выдвижение двух инициатив. Строительство детской спортивной площадки в городском парке культуры и отдыха и сквера старожилов Мухтуи. Проекты определены. Впереди подача заявок в Министерство финансов республики. У нас уже определена инициативная группа из числа жителей города Ленска. То есть эта группа будет собирать финансовые средства. Всего на реализацию программы выделено 500 миллионов рублей. На каждый проект по миллиону. Силами жителей необходимо собрать от 1 до 3% от суммы. Это обязательное условие. Еще одно требование – контроль гражданами всех этапов строительства и сдачи проектов. Несколько поколений ленчан помнят это оживленное место. Летом здесь играли в футбол, баскетбол, зимой катались на коньках. Но уже более 15 лет некогда излюбленное место отдыха ленчан пустует. Возможно, благодаря программе поддержки местных инициатив здесь снова забурлит жизнь. Ну, инициативная группа, она создана для того, чтобы привлечь максимальное количество людей, самого населения, чтобы у населения было понимание, и что вот это именно наше, это как бы способствует формированию гражданского общества. Как только проект одобрят, Министерство финансов выделит финансовую поддержку. Но какую конкретно инициативу ленчан поддержат в республике, пока неизвестно. В ближайшее время будет определён ещё один, уже третий проект. За каждым люди, которые с нетерпением ожидают решения. Вячеслав Пилипенко, Сергей Счастный, Руслан Кириллов. Телеканал «Алмазный край». В Якутске началась подготовка к крещенским купаниям. Традиционно обряд пройдёт на зелёном лугу. Сейчас там пробивают прорубь и устанавливают купель и палаточный навес. На место уже прибыли бригады спасателей и службы городского хозяйства. Освещение купели и официальное открытие пройдут завтра. А принять участие в купании можно будет до 20 января. В этом году мероприятие планирует собрать свыше 43 тысяч человек. Сегодня мы провели прорубь, куда будет опущено специальное металлическое ограждение. Мы её называем просто люлькой для безопасного купания жителей Якутска и гостей нашего города. Толщина льда на данный момент составляет 140 сантиметров. Это вполне хватит, чтобы выдержать любое количество техники и любое количество желающих, которые могут сюда приехать и искупаться. А вот о чём мы расскажем в вечернем выпуске новостей сегодня в 20.44. Умышленное применение силы или ответная реакция на агрессию. Минздрав Якутии придерживается жёсткой позиции в расследовании инцидента в Нерюнгре. Что же на самом деле стало причиной нападения врача на пациентку? Нет открепительных удостоверений, а наблюдателей станет больше. Какие главные изменения произошли в избирательном законодательстве в этом году? Готовимся к крещению на Зелёном Лугу в Якутске. Началась подготовка к православному празднику. Таковы главные новости к этому часу. Хорошего вам дня и до встречи на нашем канале.